Загадочная белая дама, спрятанная глубоко под землей сокровища и чудесная золотая карета, какую может позволить себе разве что королева. Наш город окутан массой городских легенд. Хорошо знакомые, новые, вполне правдоподобные истории. В преддверии дня города мы запускаем рубрику «Городские легенды». В 19 веке бендеры переводили с турецкого «бендерим», что означало «я желаю». Согласно преданию, именно с этой фразой происходило название города. Одни старожилы приписывали эти слова самому султану Сулейману, основателю бендерской крепости, который, увидев эти прекрасные места, произнес «я желаю, чтобы эти земли принадлежали мне». Ссылка идет как раз к тариху султана Сулеймана, который установлен на надвратной башне нашего замка, где говорится о воле султана, о строительстве замка. Другие старожилы заявляли, что турецкий военачальник, которому было поручено захватить итальянскую факторию Тегенея и подчинить эти земли власти султана, чтобы воодушевить своих солдат на подвиг и произвел «бендерим», «я желаю». Одно из преданий звучит так. Когда султан Сулейман отправился в поход на молдавское княжество против мятежника Петра Рариша, он якобы дошел до Днестра. На самом деле, говорят историки, он перешел через Дуна и дошел только до прута. Турецкие войска перешли с левого берега на правый, поднялись до Сучавы, столицы молдавского княжества. Но ни к Днестру, ни к тогдашней переправе под названием Тегене-Кячу они не подходили. «В ходе научных изысканий историки все-таки пришли к единому мнению, что название города Бендеры, Бендер, пришло к нам из персидского языка, фарси, и в переводе означает «укрепленный порт». Сегодня на побережье персидского залива очень много городов с таким названием Бендер. Самый известный – это порт Бендер-Аббас, один из самых крупнейших в Иране». В действительности здесь проходили войска крымского хана Сахиб Гирея. Это был союзник и дальний родственник Сулеймана. Легенда возникла на основе информации о приказе укрепить замок на переправе для защиты ее от казаков и влахов.